Тебя парит, что у тебя нет отношений, нет секса, недостаточно его, или не те девушки, то есть тебя это парит. А ты каждый день об этом думаешь? Плюс-минус, когда нет запара по работе, да? Вот, а здесь вот тебя не устраивает какая-то херня, то есть она тебя дрочит, как бы тебе отсюда хочется уйти, да? А здесь, короче, твой выход, да? То есть там подходы, девушки, знакомства, а здесь ты сюда не можешь пойти. Почему? Потому что страшно, да, например. Соответственно, отсюда тебе тоже хочется уйти. Ему здесь плохо, и ему здесь плохо, да? То есть ты можешь понять, что в любом случае ты уже сейчас находишься в ситуации, в которой тебе хуёво и там, и там. Ты можешь сюда не идти, ты можешь не делать подходы, но тогда тебе придётся вот сюда вернуться. Из-за взау. Да. А тут ты тоже не сможешь, потому что тебя это дрочит. Просто здесь более интенсивный такой, знаешь, колючий прям уровень страха. То есть ты идёшь и, блядь, а здесь он такой, знаешь, такой гниющий такой, медленный такой, сука, но очень противный, потому что ты всё равно, вот, блядь, как бы не было заебись, там шоколадку тебе подарили, мороженку, блядь, не знаю, зарплату выдали. И погода в Питере, наконец-то, хорошая, блядь, раз в три года. Ребят, всем привет! Ещё раз немного информации. Значит, смотрите, новость номер раз. Для тех, кто ещё не подписан на мой инстаграм, ссылка под видео, подпишитесь обязательно. 1 декабря я буду разыгрывать в своём инстаграме в прямом эфире бесплатное участие для одного человека в моём новогоднем тренинге «Практика». И ещё два крутых приза в виде очень большого набора самых основных крутых видеокурсов с практичными заданиями и упражнениями. Что касается второго, значит, обязательно подпишись и перво смотри розыгрыш. Что касается второго важного момента, значит, с 12 по 15 декабря у нас новогодний формат тренинга «Практика», куда я тебя приглашаю. Осталось только оставить заявочку на сайте под видео и попасть на этот тренинг. Плюс один день, это очень важно, целый день практики добавлен. Плюс специально приглашённый гость, стилист Александр Белов и куча всяких весёлых новогодних штук. Это последний финальный тренинг в этом году. Далее у нас следующее мероприятие начнутся только где-то в середине февраля. Поэтому ждём только тебя, мужик. И ещё одна новость, значит, если ты ещё не в курсе, 28 ноября мы с Юрием Сенцовым проведём вебинар на тему «Как найти себе жену?» Пошаговая инструкция со всеми вытекающими. Также все ссылки для записи на все мероприятия, они здесь под видео. И до встречи в моём инстаграме 1-го числа в розыгрыше. Возможно, именно ты станешь тем счастливчиком, кто выиграет участие в тренинге «Практика». И ты идёшь, блядь, и сука, всё равно тебя что-то дрочит, понимаешь? То есть всё равно тебя, эта штука, она от тебя не уйдёт, она тебя достанет. Поэтому получается, что... То есть тут плохо, тут плохо, чувак. Чё делать-то будет? А униянса, там есть ещё одна точка, это Казахстан. Казахстан, туда, Витка. Я там себе упражнение. Я говорю, сделаю метро, только... Короче, у атлета есть запасной валик, Казахстан. Я его спрашиваю, сделай метро. Я в Казахстане всё сделаю, блядь. Слушай, мне уже представляется, что Казахстан такой волшебный оазис такой, знаешь, в пустыне такой, с спальнями, там, с топами, там, с тёлками, с животными, видишь? Ковчег такой, понимаешь? Ты мне, блядь, заходите в метро, посмотри, приходишь и там... Чувак, давай, всё классно. Сидёлки лояльны. Мы ждали тебя здесь. Да, давай. Слабо. Мы ждали. Чё делать? Если у вас не приходится в тренинг, езжайте в Казахстан. Да, в принципе, даже если вы не из Казахстана, короче, все в Казахстан. Чё делать будем, чувак? Не, ну понятно, что... Ну это, конечно, блядь, ты со мной... А? Нет, ты сам себе, может, сфоткаешь, хотя тут, конечно, схема сомнительная. Ты просто смотри на неё, когда вот тебе здесь страшно. То есть здесь страшно, здесь страшно. Ты уже в этой ситуации. Тебе надо отсюда какой-то выход найти. Потому что ты так и будешь туда-сюда, но бегать, понимаешь, пока не заедёшься. Поэтому тебе надо либо... Что нужно сделать? Есть два варианта, человек. Либо принять вот эту херню, но для меня это сложно. Есть вариант пойти в монастырь, короче. Валаам слышал про такую херню, да? Бездун. Чё там, даже электричество есть. Вон, я провода беру, к Владу бы уходишь. Ну ладно, на старости. Туда Путин приезжает, будешь с него рукой махать. Ну, то есть, в принципе, есть там какие-то монастыри, не знаю. Какой ещё есть отсюда выход? То есть всё равно ты будешь постоянно смыслами. Даже, я думаю, монахи, которые в монастыре, есть физиология, да? Есть член, который иногда встаёт, там ещё у них там, не знаю, или что. Говорят, они все где-то. Да нет, ну как бы суть не в этом. Суть в том, что они всё равно вынуждены там... С собой бороться. То есть, везде. А здесь, чувак, как бы тоже плохо. Тут какой выход? Тут выход такой. Вы все, короче, боитесь вот этой какой-то невидимой стены. Она очень страшная. Я понимаю, о чём речь. Я могу сейчас рассказать эту историю про визитки, как я в Питере раздавал. Меня Денчик подталкивал к чуваку. Но, понимаешь, как бы, если ты здесь сейчас будешь долбиться, 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 эта штука сломается. Просто ты там не был, чувак, а мы уже вот как бы здесь, несмотря на то, что мы сейчас рядом с тобой в одном зале находимся. Нам так же было страшно, блядь. Ну, то есть, тебе, короче, надо выбирать. Выбери для себя. Не так же, я бы даже сказал. Намного более страшно. Вот эта вторая точка просто, понимаешь, она с плюшкой сходит. Вот это страхом без плюшки. Нет, ну просто нет, я тебе открою тайну, что здесь очень сложно вот взять и закрыть глаза на всю эту поебень. Потому что по улицам ходят женщины, по улицам ходят парочки счастливые, целующиеся, твари такие, да. Ты идёшь один, короче, грустненький с работы, и тебе позвонить некому. И всё равно жизнь будет тебе подкидывать напоминание о том, что, чувак, как бы, как-то всё не так, как ты хотел. А здесь просто сейчас потерпеть, блядь, вот реально, если ты каждый день будешь ебашить в течение, там, не знаю, недели или вот этих четырёх дней, которые, часть из которых ты пропустил. То есть ты уже здесь увидишь какие-то прикольные штуки. Есть ещё один нюанс. У тебя были здесь за вот эти, там, полтора дня, там, которые ты тут занимался, какие-то классные моменты, когда, там, девушка, там, дала тебе телефон, или, там, ты кого-то... Ну, то есть что-то хорошее. Вот, то есть и ещё один лайфхак, современное слово выучено, блядь. Чтобы вот в этой штуке начать закрепляться, чтобы сюда всё дальше, дальше, дальше проходить, тебе надо прямо акцентировать внимание на том, что, бля, вот это классно было, и вот это классно, и здесь я молодец, и здесь я молодец. А твоя башка сейчас пока занимается противоположной хуйнивать. Она, скорее всего, обесценивает вот эти хорошие моменты, которые были, и говорит, у меня состояние, ты слышишь состояние, ещё больше состояния, понимаешь? Чувак, то есть есть такая, как бы, первая ошибка в психотерапии, есть вторая ошибка в психотерапии. Первая ошибка, это когда ты трактуешь происходящее с тобой, как какую-то, ну, катастрофу. То есть ты пошёл к тёлочкам, ты ощущаешь, там, волнение, страх, вот это всё говно, и ты начинаешь вот это трактовать, как какую-то вот, что-то с тобой происходит невероятный пиздец. А вторая ошибка в том, что вместо того, чтобы сказать, это вполне нормально, потому что, да, я так не делал, там, я сопротивляюсь, страшно, это нормально. Я делаю непривычные вещи. Я боюсь, что спрашивают меня нахуй, поэтому, как бы, ну, естественно, как я должен себя чувствовать? Ну и хуй с ним, это нормально, это не катастрофа. Я пойду дальше, потому что мне надо. Вторая ошибка в том, что ты начинаешь это ещё больше раздувать. То есть ты неправильно отнёсся к ситуации, и что-то, как бы, начал париться из неё. И потом начал говорить, вот, как ты сейчас говоришь, там, блин, мне потом этот страх начал раздуваться. То есть ты уже думаешь не о тёлках, не о задании, которые тебе надо сделать, а о вот этом страхе, что как же он раздувается, всё внимание туда, и он реально ещё больше и больше раздувается. Там ещё есть три, как бы, витка, можно недолго рассказывать. Как подключается тело, когда ты начинаешь, там, у тебя начинает колотиться сердце, там, когда ты начинаешь, там, потеть, краснеть, кряхтеть, ну и так далее. То есть и здесь понеслась, блядь, и в конечном счёте ты заболел неврозом. Но это неправильно твоя ситуация. Короче, чувак, выбирай, то есть пойми ещё раз, то есть тебе надо осознать, что и тут плохо, и тут плохо. Ну тут плохо будет всегда, а тут плохо временно, потому что вот если ты сейчас поднажмёшь, тебя прорвёт, и с первыми какими-то успехами страх начнёт уходить. Вот и всё.